Заплати за упокой души. Временный директор кладбища Айжан-3 собирает деньги за землю. В редакцию телеканала Первый Карагандинский обратилась женщина, которая столкнулась с данной проблемой. Временный управляющий мусульманским кладбищем потребовал у нее деньги. Проблеме разбиралась Мирамгуль Салкинбаева. За упокой души временно управляющий мусульманским кладбищем требует деньги. Запрашиваемая сумма не менее 70 тысяч тенге. Как отмечают жертвы этой истории, соответствующие документы клиентам она даже и не предоставляет. Директор мусульманского кладбища ТОО Айжан-1 погиб в октябре прошлого года. После смерти его жена Шинара Абдикаримова взяла дело в свои руки. Соответственно и рабочий персонал поменяла. Также внесла некоторые свои так называемые правила. Например, такие. Здесь кладбище открытое мусульманское. У моей подруги скончалась и сестра. Я помогаю ей могилу копать. И тут подошла директор кладбища и не разрешает копать могилы. Почему? Документы ничего не представляет. У Курбанка Шибаевой, у которой недавно погибла сестра, временный управляющий также запросил денег. Точную сумму она пока не сказала, рассказывает убитая горем женщина. Для моей сестры попросила Гуля-Гуля моя подруга. И вот она говорит, что надо за место платить. Ну, это же все-таки земля государственная, я думаю, что это... Ну, все. Поэтому я... Какие документы, какой договор, что-то, как это, какая земля. Поэтому, мне кажется, это не противозаконно. Все-таки же надо какие-то законы. Если она купила это место, землю, значит, какие-то должны быть документы соответствующие, я так считаю. Кроме того, рассказывают возмущенные люди, руководство данного кладбища берут деньги за государственную землю. Так они еще и никаких прайсов не предоставляют. И это не последняя проблема. Шинар Тельмановна, она же временной управляющей кладбищем, неоднократно прерывала ритуальные обряды, как это сегодня сделали охранники мусульманского кладбища. Подошел охранник, опять-таки, ни документов ничего не показывает, на ком основании запрещает непонятно. Потому что эти кладбища открытые, и она, видать, хочет, чтобы ей платили за землю. И, в общем, а у людей горе, кладбище открытое. Могилки, если она продает, бывает и 60, и 70 тысяч, и людям при этом чеки ничего не дает. Также на Новом Михайловском кладбище. Есть вот недавно был случай, значит, человек взял с Акимата письмо от зама Акима города. Ему сказали, беспрепятственно, все, копайте. Тут, значит, этот директор подъехала, Абдикаримова Шинар Тельмановна, временно управляющего ТО «Айжан», и заставила его оплатить 10 тысяч, при этом ни чек, ничего не дала. С руководством ТО «Айжан-3» нам связаться так и не удалось. Директора на месте не оказалось. А мы, в свою очередь, надеемся, что данная проблема не останется в стороне. Ирам Гусал Кимбаева, Бауржан Алипов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова